Rolls-Royce уже давно кажется брендом, ожидающим электрификации, о чем компания делает все более широкие намеки уже более 10 лет. На Женевском автосалоне в 2011 году компания показала концепт электромобиля на базе предыдущего поколения Phantom под названием 102 EX, а 5 лет спустя более радикальную модель 103 EX. Совсем недавно компания заявила, что к 2030 году весь ее модельный ряд будет полностью электрическим. Теперь компания раскрыла некоторые подробности о том, что станет первым полностью электрическим серийным автомобилем Rolls-Royce. Модель Spectre поступит в продажу к концу 2023 года, и хотя Rolls-Royce выпустил только эти несколько изображений прототипа, украшенного лозунгами, из них ясно, что речь идет о купе с, судя по всему, задними распашными дверями. Компания заявляет, что скоро начнутся дорожные испытания прототипов, которые пройдут полтора миллиона миль по всему миру перед запуском. Другие подробности, к сожалению, отсутствуют. Мы знаем, что Spectre будет построен на модульной алюминиевой платформе Architecture of Luxury, которая лежит в основе модельных линеек Phantom, Cullinan и Ghost. Никаких подробностей о силовом агрегате будущего автомобиля не было опубликовано, но генеральный директор Rolls-Royce ранее подтвердил, что любой электрический Rolls должен будет предложить по крайней мере такой же уровень производительности, как и существующие модели компании с двигателями V12. Они славятся своей утонченностью и мягкими манерами, но при этом впечатляющей мощны, когда выходят на свободу. Компания заявляет, что время от 0 до 100 км в час для нынешнего Ghost составляет 4,3 секунды, так что мы должны считать это базовым показателем. Также в модели 102 EX использовался блок батарей емкостью 71 кВт-час и пара электромоторов, которые в сумме выдавали 389 л.с. на заднюю ось. Но мы можем с уверенностью ожидать, что серийный спектр будет значительно мощнее, а также значительно лучше скромных 200 км запаса хода, которые были заявлены для этого концепта. Хотя мы уже давно ждем первый электрический Rolls-Royce, компания стремится подчеркнуть, что он мог появиться гораздо раньше. Перед тем, как совместно основать полуавтономную компанию, сооснователь компании испытал электромобиль под названием Columbia и, как сообщается, сказал, что этот электромобиль совершенно бесшумен и чист. В нем нет ни запаха, ни вибрации. Вдобавок, такие авто должны стать абсолютно безвредными, когда появятся стационарные зарядные станции. Эта задержка, похоже, составит 123 года, но лучше поздно, чем никогда. Хотя Rolls-Royce утверждает, что название Спектр было выбрано, чтобы соответствовать таким же наземным Гост, Фантом и Врейф. Это привело к странному совпадению. Объявление было сделано в тот же день, когда в Великобритании официально открылся новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать». А автомобиль носит то же название, что и последний фильм 007, Спектр 2015 года.